ДИАЛОГ Рад видеть, мы давно уже не виделись по причине тех самых знаменитых, как ваш ансамбль, ограничений, которые были введены, но, к счастью, процесс стабилизируется, хотя самая разная информация. Но для нас важно то, что вы есть, вы существуете, вы работаете. Как вообще ваша работа строилась во время пандемии? Когда началась вся история с пандемией, мы с 28 марта не репетировали, прошло уже 5 месяцев, и потихоньку ситуация восстанавливается, и у нас завтра начинается первый онлайн совместный концерт, потому что до этого мы даже онлайн вместе не выступали. И он будет проходить на базе этот все игроклассик в органном зале в 19.00 местного времени, подчеркну, и в 17.00 по московскому, так как раньше мы выходили сольно онлайн, и очень много было зрителей из других городов, регионов, Дальний Восток, Калининград, и даже несколько раз с Доминиканской республики писали комментарии музыканты. Поэтому подчеркиваю, 17.00 московского времени. Хорошо, об этом концерте мы более подробно поговорим. Вернемся в концертно-театральный центр «Юраклассик». Это ваша база творческая, вы там находитесь, там хранятся ваши инструменты. А вообще, когда музыканты ансамбля ушли на изоляцию, на самоизоляцию, они инструменты брали с собой или все-таки оставили? Инструменты с собой все взяли, потому что как-никак нужно поддерживать исполнительскую форму, хотя это очень сложно, потому что квалификация на самом деле все равно теряется. Потому что игра в ансамбле, и игра тем более дома, не в студии, потому что есть соседи, и всячески пытались как-то урегулировать эти моменты, чтобы позаниматься. Но сейчас, уже вторую неделю, мы занимаемся групповыми репетициями, и сразу же поставили онлайн-концерт совместно, чтобы восстанавливаться, потому что в коллективе игра — это совершенно другая история. Я так понимаю, что музыканты ваши — это, наверное, люди, которые могут дать мастер-класс насчет того, как договориться с соседями, в случае чего, так? Да, уже да. То есть приходит личный контакт, извините, мы будем заниматься по такое время. Уже да. Ну, некоторые соседи уже знают, что музыканты, как бы, ну, сами мы тоже, как бы, знаем, что, допустим, после 11 вечера, как бы, нельзя. Вот. Ну, как бы, все понимают ситуацию, поэтому музыканты, они должны заниматься. Мы наблюдали за вашими выступлениями во время пандемии, вот эти вот новомодные, значит, окошечки, значит, в каждом окне определенные музыканты, вы играете все вместе. У вас это получалось? У нас такой задачи не было, но во время пандемии, допустим, лично я начал записывать, ну, как могу, клипы, допустим, вот на песни, на дел аранжировки, вот что для себя открыл, очень интересно. Мои ребята тоже из дома, у нас были онлайн-концерты сольные, там они выходили, играли. Тоже очень определенный опыт, который, я думаю, сейчас будет популяризироваться, потому что работа на более широкую аудиторию — это тоже необходимая и неотъемлемая часть каждого артиста. Несколько слов об ансамбле, напомним нашим зрителям о составе, сколько человек, есть ли вакансии и есть ли какие-то проблемы. Вакансии есть всегда, есть, как говорил… Какие конкретно? Как говорил один знаменитый и известный человек, незаменимых людей нет. Так. Вот, но пока у нас основной костяк, он сохраняется, у нас пять человек. Коллективу уже в этом году, вот с завтрашнего дня мы переходим в 16-й концертный сезон. 16 лет коллективу, и за это время он исполнялся только один человек. Это партия второй трубы, сейчас ее исполняет Павел Отегов, но он уже четвертый сезон вместе с нами. Остальные все ребята с самого нуля, с первого года все вместе, как мы становились на базе студентами хантамансийского филиала российской геомузыки Мегнесиных. И с тех пор мы вот идем уже достаточно длинный срок, 16 лет. Но все-таки про вакансию, кого бы вы сейчас взяли в свою команду? Про вакансии на самом деле… Или это в хантамансийском центре занятости? Очень большое желание есть расширить состав, потому что хочется уже, появляются другие проекты. Вот, допустим, один проект, который насорвался, но он перенесся. Потому что в том году был значимый, знаковый юбилей у нашего известного великого музыканта Александра Пахматова. Ей исполнилось 90 лет, был юбилейный концерт в Большом театре России. И я задумал такую программу, которую одобрало наше правительство при поддержке нашего правительства. И Коц.югроклассик будет концерт проходить в Югроклассике и по городам нашего округа, где мы исполним программу Александры Пахматовой. Но это уже будет большим составом, с симфоническим оркестром. Ну, естественно, никуда и не без рояля, потому что Александра Пахматова, и все ее известные, знакомые песни каждому человеку. На какое время запланировано этот тур? Планировалось это вообще в первых числах мая. Но из-за того, что это пока сдвинули на сентябрь, а там посмотрим. Я думаю, что Александре Пахмутовой нужно отправить телеграмму, что будет такой тур. С ней должны были связываться, и у нее даже в концерте, приоткрою занавесу, будет в начале концерта ее поздравление для югорчан, видео поздравление от нее. Если бы она приехала, как бы это было прекрасно? Это было бы отлично. Но она уже в таком возрасте, что она не передвигается. Недавно в этой студии был у нас маэстро Сергей Свиридов. Мы общались и говорили о том, как концерт на оркестре игры занимается и прочее. Я знаю, что у коллективов в Югра Классик достаточно такие теплые отношения. Скажите, пожалуйста, привлекают ли концерт на оркестре игры вас к себе или вы кого-то из музыкантов привлекаете? Я знаю, что у вас такая хорошая коллаборация. У нас был такой момент. В том году мне предложили очень интересный проект. Был Кубок губернатора по спортивным и бальным танцам. У оркестры игры не получилось выступить, не знаю, по каким причинам. И предложили этот проект мне. И за две недели я создал оркестр, где привлек два или три уже музыканта из оркестры игры. Плюс я являюсь еще педагогом Центра искусства до Дронтии Севера. Привлек студентов. И пару человек из Москвы, музыкантов, привлек. И мы сделали такой интересный проект, который назвали «Сибирь-брас оркестр». Оркестр «Сибирь-брас». Вот как. Очень мне это понравилось. Это появился отклик у людей. И поэтому появилась с тех пор такая идея расширения состава. Но я так понимаю, что вы будете идти в любом случае своим путем. И построение вашего оркестра будет по каким-то другим принципам? Естественно, у нас свой путь. У нас он изначально, как мы только образовались в 2004 году, это у нас был свой путь. Потому что обычно все стандартные музыканты, духовики именно, мы так являемся духовиками, у них они заканчивают консерваторию, аспирантурой и садятся в оркестры. Очень редко те музыканты, которые пересаживаются или становятся именно сольными музыкантами или ансамблевыми. Мы единственный сейчас государственный брасквинтет. Один из единственных, там два-три всего в стране, которые существуют. Хорошо сказали, один из единственных. Ну, два-три максимум коллектива, которые на государственной основе работают, существуют. И это, конечно же, спасибо нашему руководству, которые создали такую почву и базу. Теперь хочу сказать, кстати, огромное спасибо всем, кто, зная о том, что вы придете сегодня ко мне в программу, задавали такие каверзные вопросы. Я только один из этих вопросов задам сегодня. Ни для кого не секрет, что музыканты часто выступают на небольших площадках для того, чтобы посмотреть, как аудитория будет реагировать на какие-то произведения, отточить немножко технику, ну и побывать на публике в развлекательных заведениях. И мне многие музыканты говорили, что это очень хорошо, что не надо этого бояться, не надо этого остерегаться. А вы практикуете это и будете ли выступать, например, ну, к примеру, там в каком-то заведении, где-то какой-то маленький концертик давать, сейчас уже открываются, собственно. Ну, знаете, я считаю, что тут ничего каверзного нет. Это совершенно нормальная история, когда музыканты академического образования, там, любого, они выступают на каких-то частных мероприятиях. Даже бывает такое, что на свадьбах, неважно, на любых, на юбилеях, бывает даже такое, что симфонические оркестры, там, под 70 человек играют на частном мероприятии, там, для двух-трех человек. Такое бывает очень часто, все зависит от запросов заказчиков и что они хотят. Поэтому я считаю, что это все нормально, естественно. У нас вот в августе месяце, кстати, был такой момент, был юбилей у женщины на даче. Мы приехали коллективом, отработали, так что в этом плане мы открыты. И все было хорошо. Ну, пусть это не будет рекламой, а где вам, в каком заведении города больше всего нравилось выступать? Вот, например, где удобнее всего? Удобнее всего? Да. Ну, как музыкантам, конечно, что удобнее всего в нашем любимом органном зале, как в Североклассик. Я объясню, почему. Именно в плане акустики. Потому что акустика в этом зале, она самая лучшая. Я имею в виду заведение города. А, в заведении? Да. Да, в принципе, мы никогда особо не выделяли какие-то мистические заведения. То есть вам сколько места необходимо вашему ансамблю для того, чтобы действительно приехать на частное мероприятие или в заведение и выступить? Какой пятачок вам нужен? Вот это уже каверзные вопросы пошли. Ну, у нас был такой момент, что мы один раз работали на корпоративе. Вот помещение было, вот как вот эта студия. У нас, в принципе, был стол, новогодний корпоратив, сидела семья, где-то человек 6-7. Вот мы для них выступали. Но это было не в этом городе. Готов ли ваш ансамбль выступить на городских мероприятиях, на мероприятиях, которые проводит город Канты-Мансийск? Я знаю, что вы и так выступаете на этих мероприятиях, но какие условия необходимо, чтобы город Канты-Мансийск вам предоставил, чтобы вы вышли из концерна-генерального центра «Агроклассик» и выступили? Ну, все эти мероприятия согласовываются с нашим руководством. Естественно, у нас есть свой технический райдер, где выставляется определенная аппаратура, потому что если на открытых площадках для города, то нужны микрофоны именно инструментальные. Поэтому это все согласовывается. Ничего сложного? Нет. Ну, есть определенная сложность, но все это решаемо. Хорошо. Ну что, давайте повторим еще раз очень важную информацию о завтрашнем концерте. Где, когда, во сколько и какие технические устройства нужны для того, чтобы вас посмотреть? Нужен просто определенный ваш гаджет, у кого есть ноутбук, планшет. Зайти в группу КТЦ «Угра Классик» ВКонтакте. Там висит афиша на стене. На нашей афише есть QR-код, который можно сканировать, и вы пройдете по ссылке на трансляцию концерта. И посмотрите. Специально для вас мы выступим. Очень интересная программа будет. Начнем с классики, а закончим с эстрады произведения. Хорошо. Получается, что если вдруг кто-то не сможет посмотреть онлайн, запись сохранится? Запись сохранится. Трансляция будет идти на моем одноименном YouTube-канале «Лиса Дик». И она также будет транслироваться в группу КТЦ «Угра Классик». Поэтому это все сохранится. Можете потом посмотреть. Отлично. Огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам сюда, в городской информационный центр. Мы очень серьезно, а иногда не серьезно, следим за вашим творчеством. И надеемся, что будут интересные новые произведения, новые концерты. Ну и состав будет расширяться. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня был художественный руководитель ансамбля «Сибирь-брас» Алиса Дик. Всем желаю удачи. Увидимся в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.